Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, 14 сентября, и сегодня день церковного новолетия. 14 сентября – это новый стиль, по старому же стилю сегодня 1 сентября, и церковный год, начало церковного индикта начинается именно сегодня. И сегодня в честь данного события читается особенное послание апостольское. Это первое послание святого апостола Павла к Тимофею, глава 2, первые 7 стихов. Это отрывок, посвященный новолетию. Вот как он звучит в русском синодальном переводе. Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников вере и истине. Итак, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с началом церковного индикта, с церковным новолетием. И прежде всего, что нам говорит церковное новолетие вообще? Чем оно знаменуемо? Знамение новолетия – это начало прежде всего нового богослужебного круга. Заканчивается успение, богослужебный круг двунадцатых праздников заканчивается успением, и начинается все заново с Рождества Пресвятой Богородицы, Владычицы нашей. Затем идет крестовое сдвижение, и далее, 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 далее пошел заново церковный круг праздников прежде всего. Такое послание логично в начале новолетия, которое говорит нам о принципах молитвы, принципах молитвы христианские. И вообще в целом, когда мы говорим о пастырских посланиях святого апостола Павла, посланиях к Титу, к Тимофею, к Филимону, уместно говорить о том, что они очень литургичны по своему существу. В них очень много литургических элементов. Что я имею в виду? Ну, когда мы читали, вы уже могли уловить, особенно те люди, которые часто посещают богослужения, могли уловить схожесть некоторых формулировок с, правильно, ектениями, которые произносит священник или диакон за богослужением. Например, вы слышали такие слова, как «жизнь тихая и безмятежная во всяком благочестии и чистоте». Прямо сразу вспоминается богослужение. «Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И так далее. И в целом, в целом, по пастерским посланиям, вот таких вот маркеров, которые есть в богослужении, их много. И нужно сказать, что на формирование текста данного послания очень сильно повлияла уже к этому времени так или иначе сложившаяся литургическая практика богослужебная. А быть может быть, отчасти, отчасти, это было взаимное проникновение, такая диффузия, если угодно. Между существующей богослужебной практикой и текстом Священного Писания. Быть может, это текст Священного Писания вошел в богослужение, а не наоборот, богослужение повлияло на формулировки текста. Почему мы можем так говорить? Потому что есть некоторые гимны, которые сейчас исследователями считаются богослужебными. Что апостол Павел или другой автор Священного Писания взял из уже бытовавшей традиции христианского богослужения какой-то текст и грамотно вплел его в свое повествование, в повествование книги Священного Писания. Соответственно, опять же таки, мы можем говорить о взаимном влиянии друг на друга, как богослужения на текст, так и текста на богослужения. Это еще раз показывает тесную связь церковного предания со Священным Писанием, которая есть всего лишь зафиксированная часть церковного предания. Итак, что же говорит нам апостол Павел? Он говорит, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Четыре характеристики. Это молитвы, прошения, моления и благодарения. Благодарения – это отдельный вид, скажем так, молитвы, самый высокий вид молитвы, который таким считался и в Ветхозаветной Церкви, и в Новозаветной. Наши времена тоже это самый высокий вид богослужения, самый высокий тип молитвы. Недаром Святая Литургия называется по-гречески Евхаристией, что значит «благодарение». Потому что, ну что мы можем дать Богу, кроме нашей благодарности, кроме нашего смирения перед Его даром, даром Его любви? Только сыновняя, дочерняя благодарность. Далее. Апостол просит нас, прежде всего, совершать молитвы. И здесь нужно еще сказать такую вещь, что это послание пастырское. Это послание не общине, а прежде всего Тимофею. Но в контексте послания к Тимофею мы можем сказать, что первая глава говорит нам о каких-то советах, которые непосредственно даются Тимофею. А дальше уже более общие моменты, которые важны не только для самого Тимофея, но и для общины. То есть, в принципе, для нас с вами сегодня это тоже актуально. И здесь говорится как раз-таки о соборном богослужении. Когда мы говорим об обязанностях христиан, то прежде всего вскрывается совместная молитва. Поэтому очень важно именно наша соборная молитва, соборное богослужение совместное, в котором мы должны выражать, каждый должен выражать свое послушание, свое, скажем так, делание христианское. Ведь каждый из нас, ведь мы тело Христово, и каждый из нас выполняет в этом теле свою функцию. Кто-то, как священник, является, скажем так, участником домостроительных тайн Божьих, который необходимым образом должен совершать эти таинства для преподавания благословений и благодати Божьей всем верующим. Есть верующие, которые трудятся каждый на своем поприще, дабы этот его труд был на благо Церкви. Но все вместе мы выполняем единую, скажем так, задачу, единую цель – спасение и стяжание благодати Святого Духа. И поэтому апостол прежде всего просит нас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения. Очень важно этот пункт пометить для себя за всех человеков. И далее часто звучит этот универсализм, что мы должны молиться за всех, прежде всего за христиан, но и в целом за весь мир. Это задача, соборная христианская задача. Задача всех христиан при соборном богослужении. Недаром мы молимся о благосостоянии святых Божьих церквей и о соединении всех. В Ектении мирной, например, мы всегда слышим эти слова. Ибо, и далее апостол Павел поясняет, а почему мы за всех должны молиться? Почему должен быть именно этот универсализм? Может, мы должны закрыться, как некая кумранская община, и изолировать себя от всех, и спасаться, как в неком монастыре, закрышись от всего мира? Нет. Этот универсализм присутствует в самой проповеди Бога. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, и, коль скоро Господь умер для искупления всех, то и мы должны за всех молиться. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во христиане лгу, учителем язычников в вере и истине. Но здесь очень важная оговорочка. Учителем в вере и истине. Мы должны молиться, но эта молитва должна созидать общецерковный мир и приводить людей, которые еще не приведены ко Христу, к истинной церкви. Мы должны свои молитвы приводить их к Богу в истине и вере. Поэтому будем стремиться именно к такому пониманию нашего церковного служения и именно к такой соборной молитве. Не забывая о молитвах, прошениях, молениях и благодарениях за всех человеков. Будем молиться, дорогие братья и сестры, будем радоваться о Господе. Помни о том, что когда мы читаем Писание, мы слышим Бога, обращенного к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»